Россия хочет захватить Часов-Яр в Донецкой области к 9 мая. Такое заявление сделал главнокомандующий вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский. Что это за город и почему он важен для Киева и Москвы? Часов-Яр – небольшой городок в Донецкой области Украины. Сейчас он находится под контролем Киева. Но Россия уже несколько месяцев предпринимает попытки приблизиться к нему и захватить город. В довоенное время тут проживали около 13 тысяч человек. Но с началом ракетных и артиллерийских атак в городе остались около 800 жителей. Почти все они – люди преклонного возраста, которым некогда и не к кому эвакуироваться. Поэтому они, рискуя жизнью, продолжают жить в часовом Яре без света, воды и газа. В 2014 году тут расположился штаб АТО антитеррористической операции. Позже ОС – Операция Объединенных Сил. Город стоит на холмах, которые словно оборонительные стены защищают его. Он находится значительно выше соседних Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска, которые вместе с Часовым Яром являются последними укрепленными городами в Донецкой области под контролем Киева. Их называют Донбассским хребтом Украины в войне и последним оплотом в области. Эксперты сообщают, что после захвата российскими войсками в мае 2023 города Бахмут, Часов Яр стал следующей логичной целью для Москвы. В случае его захвата Россия получает укрепленную город-крепость, которая открывает дороги на вышеупомянутой Константиновку, Дружковку, Славянской, Краматорск, захват которых после сдачи Часового Яра станет вопросом времени. В таком случае Донецкая область полностью окажется под контролем России и даст стратегическое и географическое преимущество Москве в войне. Военные скептики считают, что сдача России Часового Яра переломит ход войны и даже может привести к проигрышу Украины. В Киеве говорят, что готовятся к усиленным атакам России и перекинули в Часов Яра дополнительные силы.